Друзья, всем доброе утро! У нас утро начинается, как обычно, с йоги. Меня Лешенька сегодня дал на йоге лить. Ну, поздоровайся нормально. Так что мы будем тренькаться сейчас. Утренний Киев, дарю вам эти виды. Мы идем в окно сейчас. Сейчас буду заниматься нового тренера. Леша сказал, что там довольно-таки жестко. Мы немножко подсыкиваем. Сейчас тут еще Аня должна быть. Где блога, где же надо? На YouTube. Доброе утро. Полношедничка. Просто кинокамерку. Представьте себе, вы типа парень, все, пришли к нему, занимаетесь сексом, и тут он достает игрушку. Если бы я увидела игрушку, я бы поняла, что скорее всего, эта игрушка была очень много у кого, где... Вам было бы неприятно или вы бы такие, что это похуй? Нет, я бы не захотела. Ну, просто перепихон впервые. Да, да. Ну, это как бы мерзко. А если это твой пацан, то... Если твой пацан, у которого просто это типа по наследству досталось... Да, по наследству. Потому что я так охуенный любовник. Да, так что ссылочка на Лешу в описании. Ты можешь сказать, типа, я для тебя купил. Не то, что там осталось, но типа... Блин, в натуре, можно же напиздеть. Ты идешь? Нет, ну типа, если у вас уже там плюс-минус... Я по гороскопу мне это... Нет, если у вас плюс-минус регулярные уже отношения, как бы вы понимаете, что вы стали сексуальными партнерами, и почему бы... Ты такой, типа, делаешь сюрприз в коробочку, она сама распаковывает девочку. Я про другое спрашиваю. Я спрашиваю как раз вот про то, что типа... Нет, так я бы не согласилась. Но, наверное, кто-то бы согласился. Нет, кстати... А если типа спиртиком ее протирать? А если твой приходит ко мне, допустим, и у меня уже есть игрушка, и он говорит, давай попользуемся, это да. Ну да. А я про другое. Ну типа, это все понятно. Это все же вы говорите. Фоточку себе отретактировала. Что у меня спут с камеры? Мы едем завтракать в касатку. Ну я же включил аварийку, ну блядь. Я бы на самом деле всегда хотела быть еще выше, чем я есть. Но я так часто сталкиваюсь с проблемой того, что парни ниже меня, они комплексуются. Расскажи. Просто скажи это мне, да? Маленький, небольшой. Два и три, пять. Если, если где-то... Аааа! Да. Боже, а это что у вас такое здесь? Это я-то Бенедикт. Так что я не то заказала. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Ух ты! Я уже дома, у меня здесь куча посылок. Во-первых, мне пришел целый пакет еды от Яра. И здесь даже такая небольшая косметичка с моими любимыми Kiehl's. Это очень неожиданно. У них, видите, такая коллаборация. Там столько вкусняшечек! О, у них новое детокс-меню. Сейчас я вам покажу и расскажу Арчи. Он уже тоже заинтересовался. Так. В общем, сейчас покажу вам. Давайте в таком фокус, в таком влоговом немножко в формате пообщаемся с вами. Открою посылки. Мне на самом деле... Я с очень многими брендами перестала работать по определенным причинам. Не хочу их озвучивать. Не хочу никакие, знаете, типа как конфликты создавать. Но, да, я очень выборочно отношусь к тем, с кем я работаю и кто мне нравится. Вот такие вот соки только что попробовала. Это нереально вкусно. В общем, особенность этого питания, вот это именно программы Go Green. Здесь очень много разных вкусных ништячков. Салаты, супы. Это питание на целый день. И бренд советует проводить такие, скажем, чистки, зеленые чистки организма Go Green. Раз в месяц по три дня. То есть вы на три дня заказываете и кушаете. В принципе, это очень вкусно. И для тех, кто любит healthy food, вообще подойдет просто идеально. Единственное, что это дороговато. Да, я не спорю, что это дорого. Но это вкусно. И если вы можете себе это позволить, то я очень советую это сделать. Я от яра тащусь. Сейчас вся Калифорния просто пьет сельдереевые соки, потому что это один из самых лучших продуктов, который очищает организм, очищает ваши клетки. И это супер полезно. Также здесь такое детокс-пюре у меня есть. Это то, что... У них, видите, по номерочкам. Один, два, что зачем нужно кушать. В меню написано расписание, когда это нужно по очереди кушать. Также здесь вот еще один такой боул есть. Какой-то с соусом. Это все выглядит очень аппетитно. Хлебцы, короче, круто. Я безумно рада, что сегодня и мне и на завтра хватит. Я побуду на таком супер зеленом питании. Если вы никогда не пробовали яра, то я советую начать вам ваше знакомство с яра, с конфет яра. Потому что у них очень полезное, очень вкусное, очень, короче, без сахара, без шоколада. Все на керобе, на орешках, финики. Вкус как сникерс, только это полезно. Вот. И еще у них очень вкусные веганские такие роллы. Песто ролл и авокадо ролл. Это просто to die for, как говорят. И сейчас мы с вами откроем посылку с iHerb, на которой стоит камера. И откроем еще одну... Мне тут пришел комбинезон. В общем, мне на рекламу пришел на самом деле комплектик. Это даже не комплект, это комбинезон для занятия спортом. Ну, в основном в комбинезонах занимаются йогой, но... Какая разница? Главное, чтобы удобно было. Он нереально красивого цвета. Я, наверное, вам в инстаграме покажу его, фотку. Ну, понятное дело, выставлю. Так что подписывайтесь на мой инстаграм еще обязательно. Потому что многие там... Ой, Лера, а где купить это, например, пишут мне. Те, кто не подписан на ютюбе, а я миллион раз на ютюбе рассказывала, где я, например, откуда у меня вот это вот сердечко на шее, да? И этот крестик. Или наоборот, в инстаграме я рассказывала, что это мне подружка из Израиля привезла. А сердечко это бренд сова. В инстаграме я рассказывала. А на ютюбе каждый день приходят эти комментарии, приходят, приходят. Поэтому подпишитесь и там, и там. Потому что везде информация, она не дублируется. Она разная у меня в социальных сетях. Айхерп, не знаю, есть ли смысл показывать сейчас все подробно, что заказываю. Хотя, наверное, есть. Правда, ребят? Просто каждый месяц его себе заказываю. Это какая-то, может быть, и зависимость. Но в то же время мне так все нравится. Вот очень большой процент из этого я заказываю уже по второму кругу, потому что продукты просто нереально крутые. Во-первых, это зубная паста без сульфатов, с содой и чайным деревом. Обожаю аромат чайного дерева. Зубы отбеливает. Крутая паста. Стоит около 100 гривен. Органическая. Для деток даже подойдет. Советую. У подружки попробовала вот эту вот драйбрашинг-щетку. Очень она приятная. Такая, прям, такой массажик, знаете, не царапает кожу. Но как-то такие ощущения приятные. Вот прям хочется все время себя ею натирать. Вот. И для этой щетки заказала себе масло лаванды. 70 гривен эта баночка стоила. Здесь 30 миллилитров. Это чистейший продукт вообще. Стоило что-то 160 или 200. Я на скидке ее нашла, взяла себе. Здесь пару капелек на эту щетку масло лаванды. И вам такой будет ароматерапия с таким драйбрашингом. Потом вот такая вот умывалка. Она практически не пенится, но она кислотная. То есть с утра, или даже лучше вечером, мицеллярочкой смыли косметику. И вот этим вот поры почистили. Отлично отшелушивает, снимает ороговевший слой кожи. Сужает поры, кислотные умывалки. Это One Love. Тоник вот такой вот тоже на скидке взяла. Стоил тоже под 200, взяла где-то гривен за 100. Face Mist. Такой с розовой водичкой. Тонизирует. Можно в холодильник поставить, можно просто в ванной. Можно на ватный диск, можно сразу на лицо. Мой любимый бренд по уходу. Это Insta Natural. Одна сыворотка с витамином С, гиалуроновой кислотой. Это на вечер. И Ницин... Вот это вот... Боже, вы меня постоянно ругаете. Не могу выговорить название правильно. Ницин... Короче, вот название. Ницинамид. Ницинамид серум. Вот так. Обалденный на день. Легкий. Для жирной кожи идеально. Каждая упаковка около 350 гривен. Но качество реально люксовой косметики. Я очень советую вот эти вот две сыворотки. Для нормальной, для комбинированной и для жирной кожи. На пробу взяла себе назальный спрей. У меня проблемы с аллергией. Буду пользоваться. Расскажу вам, что это такое, как оно работает. Стоит ли оно того. Потому что описание было про вообще бомба. Вроде это. Ну, посмотрим. Для тела соляной скраб. С лавандой и мелиссой. Он сухой. Но он очень классно отшелушивает. Здесь полкилограмма в этой банке. А нет, здесь не пол. Здесь 400. Ошибаюсь. В общем, такой релакс. Я обожаю скрабировать кожу. Она после этого гладенькая, шелковистая. Попочка такая, знаете, приятная, как у ребеночка. В аюрведе одна из самых распространенных таких методик очищения организма. Это обязательно очищение языка. Все, кто интересуется аюрведой, вот эти вот все йоги, они все чистят язык вот такими шкрепками. Я тоже их решила попробовать. Заказала, кажется, гривен 100. Стоит. Посмотрим, получится, не получится. И, учитывая, что я пользуюсь кислотами в холодное время года, мне нужна вот такая вот была какая-то успокаивающая маска. Вот этот бренд Андалоу я часто заказывала себе. Хороший бренд. Просто как люксовая косметика, только ко всему еще с очень чистым составом. Вот весь мой заказ с iHerb. Я на все вам оставлю ссылки, чтобы вы могли почитать, что это такое. Этот спрей, он больше даже, знаете, не только для аллергии, а просто для того, чтобы чистить нос. Для того, чтобы микрофлора в носу была правильная, чтобы не было бактерий, чтобы не забивались гаймеровые пазухи. В общем, почитайте про этот спрей, тоже оставлю вам ссылку на него. Он не просто морской, там еще какой-то компонент в него добавлен, который прям вот-вот для носа вообще то, что нужно. Доброе утро, ребята. Сажусь завтракать. Вот сделала себе завтрак и думаю, блин, не могу с вами не поделиться. Смотрите, какой он красивый. Здесь у меня клубничка, голубичка, персик. А внизу овсяночка сварена на куркуме. Ну и на водичке, соответственно. Это безумно вкусно. И смотрите, как это красиво. Я, кстати, смотрю Тамару. Это один из моих самых любимых блогеров на YouTube. Если мне хочется посмотреть какие-то типа шмотки, что такое. Хотя, честно говоря, последнее время на YouTube вообще мне смотреть ничего не нравится, к сожалению. Я всегда стараюсь вам показывать что-то такое суперпозитивное, как-то мотивировать вас. Но недавно мне одна девушка написала, ну, которая смотрит мои видео или в Инстаграме, уже не помню где точно, что, мол, Лера, у вас такая идеальная жизнь. И я прекрасно понимаю, что, несмотря мои видео, может сложиться впечатление, что я такая суперактивная жизнь, супернасыщенная. Там какие-то тренировки, презентации, тусовки, друзья. Я, по факту, ну, мне, как и любому человеку, бывает плохо. И вот сейчас то состояние, когда мне плохо. И так плохо, что я иногда просто вот иду по улице, и у меня начинают течь слезы. Вот так мне плохо. Сейчас. Алло? Давай, пока. Хорошо, пока. Сейчас, кстати, буду созваниваться со знакомой, с нумерологом. Очень интересно, никогда таким не занималась. Не хочу жаловаться, но реально какой-то я вот сейчас вот я такая прям, Лерочка, ну, соберись, типа, давай поищем что-то хорошее, позитивненькое. И вот как-то плюс-минус во всех областях жизни какой-то минус сейчас происходит. И такое реально редко бывает. Вот. И я хочу вам сказать, что, и себе сказать, что такие моменты бывают. Иногда бывает что-то где-то, знаете, как в машине какая-то одна деталь сломалась, а бывает такое, что в машине сломалось всё. Вот так и в жизни. Иногда ломается всё. У меня самый большой фон, знаете, говорят, что, типа, постарайся, если не можешь изменить ситуацию, постарайся изменить отношение к ней. А я не могу изменить к ней отношение. Мой близкий человек уже месяц лежит в больнице, периодически в реанимации, он просто уже высох весь. Я туда езжу, сцепив зубы в эту больницу, пытаюсь его поддерживать. Сейчас он лежит в медикаментозной коме, и я пытаюсь себя как-то настроить, что всё хорошо, типа, всё будет окей. Но всё очень тяжело. Я не могу поменять своё отношение к этой ситуации. Ну как, как? Сказать, так должно быть? Да нет, нихрена, так не должно быть. Ну вот. И просто, знаете, в эти моменты нужно вот держать себя вот так вот. Типа, нельзя. Поплакала, но ничего страшного прошло. Бывают такие моменты, когда хреново, это нормально. Нормально. Я себя, может быть, успокаиваю. Может быть, успокаиваю вас. Не знаю. Хочется, чтобы было всё хорошо. Хотя, знаете, тоже я не жалуюсь, что сейчас прям очень всё плохо. Потому что жаловаться на то, что очень плохо, потом ещё хуже тебе будет. Потому что вселенная будет тебе намекать. Нет, детка, это было ещё не самая жесть. Но я не говорю, что жесть. Но так, эмоционально сложненько. И с работой сложно, и на личном сложно, и с друзьями сложно. Всё сейчас сложно. Сейчас интересно, что мне нумеролог скажет. Я включу на громкую связь. Послушайте. Особенно те, у кого 10 марта день рождения. Я знаю, что очень у многих 10 марта день рождения. Рыбки, рыбки, рыбки. На самом деле, сентиментальная, но скрываются. Это чёртая. Нет, я суперсентиментальная вообще. Ну, не показываешь... Нет, на самом деле, сентиментальная, просто не показываешь людям это, скрываешь. Ну да. Характеризируешься. Бывает. Вот этот вот нолик немного он мешает. Как бы единица это солнце, нолик он немножко мешает. Он 7 мешает, может. А что значит ноль? Типа 10? Да, да, в дате рождения, я скажу, цифра ноль. Ну, она и в дате, и в годе, она там 7 мешает. Ну, это значит негативные такие она, ну, создаёт там такие истории. Это если ты вот как пребываешь вот в унитамах, ну, в ней что-то неишь на низких вибрациях. Знаешь, там вредные привычки, там беспорядочные половой из Азии, там, да, с первословия, вот это. Я, насколько я слушала от Юли, ты в этом, ты бываешь хоть-то в этом, да? Не, ну, у меня бывают такое, что вредные привычки у меня, он постряется, не такое, по праздникам. Я сегодня разговаривала с нумерологом. Короче, у нас Гриша день рождения в один день. И она сказала, что у нас, типа, мы с тобой в двух планетах, это Солнце и Луна. Она начала меня описывать сначала как Солнце, какие-то характеристики мне давать такие, типа, мол, очень целеустремлённая, типа, немножко корыстная, умеет, типа, манипулировать людьми. Я такая, да нет, типа, это не про меня вообще, я такая, странно как-то. А потом она начала меня описывать со стороны Луны, типа, что есть страхи, типа, очень чувствительная, типа, готова к творчеству какому-то. И она вот прям описала меня один в один. Ты себя больше к кому относишь? К первому. К первому, да? Корыстная, ну, не знаю, наверное, все мы корыстные немножко. Не все, у меня нету корости. Я тоже, вот она когда рассказывала, я про тебя подумала, и подумала, что ты, скорее всего, первый вариант, потому что я такая, типа, более... Как называется? Солнце? Я в солнце? Да, ты, типа, в солнце. У нас, то есть, наша дата дня рождения в солнце. У нас, типа, есть плохой знак в нашей дате, это ноль. Типа, ноль всегда в дне рождения, это плохо, у нас их два. Особенно, когда он в конце стоит числа, то есть 10, 20, там, 30. Это тоже не очень хорошо. Но она говорит, если правильно, типа, жить, если правильно наполняться, если, там, следить за своим здоровьем, не кушать мясо, заниматься благотворительностью. Но, опять же, для каждого знака, для каждого, для каждой планеты этот способ, он определенный. Для нас, типа, это благотворительность, какие-то хорошие поступки, это отказ от мяса, это медитация обязательно, кстати. У нас уже не хаваешь. Уже не хаваешь? У нас только курица. Серьезно? Да? Прикольно, молодец. Ну, все, будем жить, благотворительностью заниматься. Я мягкие печеньки сегодня принес. Да. Это благотворительность. Благотворительный себе пивасик. Такой у нас романтический вечер. Мне сегодня моя подписчица начала писать, рассказывать, какие мы с тобой уроды, как мы, типа, херово поступили с твоей женой, что я скотина, что пристаю к тебе. Она уже на яхте катается за другим чуваком. А мы с тобой, Гришка, уроды, просто последние. Такая жизнь. Да. Передай привет этой барышне. Все, Гришка уже уехал. Очень поздно. Выгляжу сегодня не очень хорошо, но мне это простительно. Я буду ложиться спать, друзья. Боже, как я плохо выгляжу. Короче, друзья, я буду ложиться спать. Извините меня за мой вид не очень свежий. За мой настрой, возможно, сегодня не очень свежий. Он был очень положительный. Но Гришка сегодня приехал. Немножко мы с ним поболтали. Поднял мне настроение. Я надеюсь, я ему тоже. И Корги там уже засыпает. И я тоже. У меня глаза слепаются. Просто уже сейчас ночью. Так что все. Пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok